Добро пожаловать на канал Цвет Настроения! На сегодняшний день 42-летняя Дарья Жукова известна как дизайнер-модельер, а еще основательница благотворительного фонда поддержки развития культурных проектов и музея современного искусства «Гараж». Надо отметить, что Даша родилась в довольно обеспеченной семье, девушка с юности купалась в роскоши, много путешествовала по миру, появлялась в светских кругах и даже дружила с Перрис Хилтон. Однако самая интересная часть ее жизни – это мужчины. Надо отметить, что личная жизнь Жукова всегда была связана с успешными и знаменитыми мужчинами, а большинство россиян узнали о Даше Жуковой прежде всего как о жене Романа Абрамовича. Но задолго до любовной истории с Абрамовичем СМИ пестрили новостями об отношениях Даши Жукова с одним из главных российских красавцев – теннисистом Маратом Сафиным. Им даже прочили скорую свадьбу. Но в итоге их отношения вышли непродолжительными. Тогда ходили слухи, что Марат изменил своей возлюбленной с начинающей певицей, а Даша не смогла простить предательство. В 2005 году Жукова познакомилась на то время с отцом пятерых детей Романом Абрамовичем. А уже через два года Абрамович развелся. И почти сразу миллиардер рассекретил отношения с новой пассией. Через год влюбленные тайно поженились. Далее были 10 счастливых лет. В браке с Абрамовичем Даша родила двоих детей. В 2017 году супруги неожиданно сообщили о том, что разводятся. Они остались в дружеских отношениях и продолжают развивать совместные проекты. Есть версия, что расставание случилось из-за интрижек Абрамовича. После развода Даша не очень долго скучала в одиночестве. Через год она стала близко общаться с давним приятелем, наследником семьи корабельных магнатов Ставросом Неархасом, который на то время был помолвлен, но как раз решил расстаться со своей невестой. А уже осенью 2019-го влюбленные расписались в Париже. Но пышное торжество молодожены устроили только в январе следующего года на горнолыжном курорте Сан-Морец. В марте 2021 Дарья родила сына, которого назвали в честь отца Ставроса Филиппом. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цветностроение. И до новых встреч!